Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака и мы будем готовить каравай из творога. Что для этого понадобится? 300 граммов творога, лучше высокой жирности, я взяла 18 процентов жирность, 3 яйца, пучок небольшой укропа, разрыхлитель четвертая часть чайной ложки, соль по вкусу, я взяла тоже четвертую часть чайной ложки, сливочное масло для обмазки формы, 3 столовые ложки с горкой гречневой муки и одно яйцо для обмазки каравая. 3 яйца, я взбиваю их вилочкой, чтобы желток и белок соединились, добавляю их в творог, разрыхлитель, соль, зелень, в данном случае укроп и перемешиваю. Добавляю муку, снова все перемешиваю, добавляю душистый перец или специи, это уже на ваше усмотрение и все тщательно. Масса получилась слишком густовато, я добавлю еще одно яйцо. Опять-таки это все зависит от муки. Мука во всех регионах разной влажности, разная клейковина у муки, поэтому смотрите всегда по замесу самой массы. Форму я смазываю растопленным сливочным маслом. Всего я взяла масло 70 граммов, остальное масло примерно 50 миллилитров, выливаю в тесто. Снова перемешиваю, выкладываю всю массу в форму и распределяю по форме ложки. Если вы хотите, чтобы каравай получился высокий, форму берите меньше по размеру. Все зависит от того, какой высоты вы хотите спечь. Яйцо взбиваем вилочкой. Смазываю полностью всю массу яйцом. И отправляю форму в заранее разогретую до 200 градусов духовку до готовности минут 40. Каравай в духовке. За это время можно приготовить соус. Я беру несколько веточек рейхана, у нас его называют рейхан, в других регионах его называют базилик, и несколько веточек укропа. Меленько нарезаю. Зелень добавляю к сметане. Я взяла стакан сметаны. Буквально щепоточку соли добавляю. Два зубочка чеснока. Я выдавила их через пресс. Специи. И все перемешиваю. Готов. Пока настаивается соус, ждем готовности каравая. Каравая из творога готов. Не знаю получится ли его красиво разрезать. Очень ароматный. Думаю разрезать получится его красиво. Вот так можно его разрезать. Вот такой он получается как будто бы пористый. За счет того, что творог не был пропущен через мясорубку и получился крупиночками. К горячему пирогу добавляем соус, который мы сделали. Попробуйте приготовить его. Я думаю вам очень понравится. Спасибо, что смотрите мои ролики. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok